Новгородский академический театр драмы в субботу представит премьеру спектакля «Колокол и держава». Постановка создана по роману писателя-историка Виктора Смирнова. Сегодня на генеральном прогоне побывала Наталья Савицкая. Если слово «свобода» еще сохранилось в языке русском, то ни гром ли новгородского оружия не дал его позабыть? Без яркой выразительной части на такой постановке зритель долго бы не усидел. Так что на сцене живой агонии из рам течет алая кровь. Говорят, в день премьеры здесь пойдет снег и даже прогуляется настоящий конь. Режиссер шутит, его задача развлекательная. Просто сцена была скучной. Но опытный зритель знает, в сценарии Мамедова просто так ничего не появляется. И то, что в спектакле задействована практически вся театральная труппа, говорит о значимости событий. А греческий хор их комментирует для особой подачи материала. А иначе была бы литература, много раз слышимая история про Марфу, царя. И такие буквы перебирали бы, радиотеатр. А вот я нашел хор этот, решение хора, и у меня все стало на свои места. Если зритель потребует автора материала, он здесь же, в зале. Увидеть своих героев на сцене – мечта, которая преследовала писателя с детства. Он особенно переживает за образ Марфы-посадницы. Для него – самый дорогой. Она свободная и властная, но при этом женщина. Единственная, которая передает лирическую линию. Всего одна сцена с возлюбленным, остальное – о любви материнской. Это очень сложно. Она не одному, она двух сыновей отдаёт, и она их первых отдаёт на заклане. Это очень сложно. Прочтение не буквальное, а скорее по мотивам колокола и державы Виктора Смирнова. Романа о кровавой, драматичной, но гордой истории, согласно которой из города выкорчевали всё население. Но княжеству столичному вольный Новгород так и не подчинился. Феномен новгородский – это то, что буквально в течение одного поколения вот эти переселенцы, они оновгородились. Они проникли снова этим самым новгородским, неистребимым новгородским духом, который, я надеюсь, живёт в нас и сейчас. В спектакле «Колокол» всё же падёт, на то это и драма. А вот решить, действительно ли в нас жив вольный новгородский дух каждый сможет для себя сам. Приходите 1 декабря. Не исключено, что теперь «Колокол» и держава будет обязателен просмотру как элемент культуры местного жителя. Наталья Савицкая, Галуз Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.